Всем привет! Начинаю свой мастер-класс по написанию ирисов. Прежде всего я избавляюсь от белого холста. Сильно разбавленной масляной краской, широкой кисточкой я наношу на холст мазки. Краска стекает по холсту, заполняя все пространство. Также я намечаю цветовые пятна. Я использую такие краски, как небесно-голубая, ультрамарин, голубая ФЦ и желто-зеленая. Четыре основных цвета на подмалевок. Видео немножко засвеченное, но потом все у меня нормализовалось. Следующий этап. Я приглаживаю мастихином наложенную краску. И добавляю еще небольшую массу краски. Избавляюсь от этих резких переходов, которые получились от кисточки. И также размечаю цветовые пятна. Вверх-вниз постоянно кисть руки двигается. В одной руке у меня обязательно тряпочка. Мастихин периодически вытираю и беру чистую краску, чтобы не получилось грязи. Ну, сейчас сильно грязи не получится, потому что цвета я беру чистые, без использования каких-то коричневых, серых, черных. Сверху у меня уже появляются теплые желтые цвета. Это неаполитанская и разбавленная лимонная, по-моему, желтая. Уже можно наблюдать, какие сгустки краски у меня остаются на холсте. Все это создает текстуру и придает картине живости. Постоянно кисть руки двигается то вверх, то вниз, то вправо, то влево. Никогда в одном направлении я не кладу мазки. Они всегда у меня в разные стороны. Такой как бы небольшой хаос. Но, тем не менее, все сбалансировано и смотрится лаконично. Вы видите, как блестит холст. Ну, во-первых, была очень яркая погода, солнце падало. Во-вторых, я камеру поставила не совсем удачно. Ну, и в-третьих, у меня в моей масленке большая часть занимает это льняное очищенное масло с разбавителем, с лоцепритом и с домарным лаком. Поэтому такой блеск. И при высыхании краски тоже немножко дают блеск. Можно не покрывать картину лаком в дальнейшем. Сейчас я наношу лепестки цветков. Не лепестки, а листья, зеленые перышки. Ну, как видите, они у меня не совсем зеленые. Тут и синие цвета присутствуют, голубые. Это все пока что у меня задний фон. Передний фон я буду прописывать позже. Добавляю небесно-голубой с белилами. Воздух, небо. И все так же мастихином. Накладываю мазки. Сейчас скорость у меня увеличена примерно в три раза. Но и даже когда была не ускоренная съемка, вы могли наблюдать, что рука у меня движется очень энергично вот сейчас. Сейчас я накладываю темные пятна зеленые с добавлением синего умышленно, чтобы потом на этом темном пятне сделать прорисовку мелких цветочков, которые будут светиться голубыми белыми цветами. И продолжаю параллельно прорисовывать листы ирисов. Растушевываю в местах с соприкосновением темных с белыми пятнами. Если чувствую, что в одном месте уже начинаю замыливать, перехожу на другое место на холсте. Также еще одно темное пятно. Здесь тоже будут светлые цветочки. И делаю какие-то намеки уже на стебли, на которые будут обозриваться сами бутоны с ирисами. Постоянно отхожу от холста и смотрю на композицию. Вообще, данный сюжет я повторяла уже много раз. Вот этот холст, он большой, поэтому я решила снять мастер-класс. А вообще, до этого холста были похожие картины. Штук, наверное, 3 или 4. И все они удачно были проданы. Кстати, вот эту картину у меня тоже купили сразу же. Она была даже еще не закончена. Я выложила кусочек процесса в Инстаграм, и мужчина ее забронировал. И когда я закончила, он приехал ее купил. Поэтому у меня даже конечной фотографии нет. Я не успела сфотографировать. Только две трети, наверное, успела заснять и сфотографировать. Продолжаю мастихином накладывать мазки. Все больше деталировки у меня появляется. Листочки зеленые ирисов, стебли. Умеренные темные пятна, на которых потом будут прорисованы голубенькие цветочки, незабудки. И потихоньку начинаю формировать место под бутоны самих ирисов. Мазки стараюсь класть по форме предметов. Ну, то есть листики вертикальные, немножко завалены вправо-влево от ветра. Стебли тоже расположены в разные стороны под тяжестью бутонов. Намечаю все мастихином. Мне так удобнее. Я в основном работаю мастихином. Кистью очень редко работаю, если только совсем какие-то маленькие детальки. Хотя сама знаю, что нужно переходить на кисть. Потому что мастихин – это инструмент для новичков, так сказать. И мастихином очень легко работать. Вот, получается, работы непредсказуемые, интересные. А кистью нужно уметь работать. Поэтому меня в каком-то степени можно назвать новичком. Хоть я и пишу уже больше четырех лет маслом. Вот я начинаю прорисовывать первый бутон ириса. Сюжет этот я последнее время, как я эту картину пишу из головы. То есть он у меня уже давно в памяти. Вот, можете наблюдать, как выглядят цветы ирисов. Все эти фотографии у меня всегда перед глазами. Я смотрю на образ этих цветков. И в голове уже сама придумываю какие-то композиции. Сейчас моя рука движется не так энергично. Я как бы вылеплю мастихином каждый лепесток. Верхняя часть ирисов у меня белая. А нижние лепестки темные, темно-синие, фиолетовые. Три-четыре цвета я использую для написания нижних лепестков. Это фиолетовый, это голубой ФЦ, ультрамарин. Немножко белил. Многие начинающие художники боятся испортить материалы, краски. Все это стоит, конечно, очень больших денег. Мой совет не покупать сразу же дорогие краски. Мастер-класс, какие-то итальянские, Рембрандт и другие. И возьмите подешевле для первых своих работ. Есть недорогая палитра красок Сонет, Гамма, Виста Артиста, по-моему, называется. Они вполне неплохие. Даже у подольской палитры, подольской краски, есть хорошие цвета. Мне очень нравится, например, голубая ФЦ из этой палитры. И поучитесь пока на таких простых материалах. Так, продолжаю прописывать верхнюю часть ириса. Помню о правилах цвета и света. То есть свет падает у меня сверху справа, а слева я оттеняю лепестки более темными красками. То есть видно, да, мазочек такой серый. Это как бы ирис в объеме в тени. Потихоньку продолжаю вылепливать остальные лепесточки. Всегда перед глазами у вас должен быть какой-то фотоматериал, как ирисы выглядят. Вот видите, свет тоже падает сверху. Справа. И что-то подобное я пытаюсь изобразить и на своем холсте. Посмотрела рисунок и продолжаю намечать рисунок второго ириса на холсте. То есть хоть я часто повторяла уже этот сюжет, но фотографии у меня все равно всегда перед глазами. Всегда я подглядываю, как выглядит, грубо говоря, анатомия ириса. А вообще даже очень полезно карандашом перед большим холстом накидать какой-то эскизик. Пора работать светотени, падающие тени, а только потом уже переходить на холст. Видите, темное пятно, сейчас я нанесла синее. Оно оттеняет белый мазок первого ириса. И складывается такое впечатление, что первый ирис немножко вперед выходит. Это я делаю, опять же, умышленно. Опять же, в голове у меня композиция рождается. Рождается, я думаю, как лучше сделать. И наношу все это на холст. Вот такие контрастные сочетания темного и белого в живописи приветствуются, на мой взгляд. Еще пару слов о белилах хочу сказать. Я использую белила фирмы Ладога, титановые белила. Они более кроющие и сохнут хорошо, в отличие от всех остальных. Продолжаю прописывать второй ирис. Верхнюю часть, она у меня также подразумевается быть белой. Но уже более в холодных, видимо, оттенках. Немножко извиняюсь, видео было снято год назад, а сейчас я записываю аудиотекст. Поэтому, возможно, я сейчас что-то перепутаю, но ничего страшного. Первый блин, как говорится, комом. Немножко у меня верхняя часть ириса, видимо, вышла за пределы, которые я хотела. И я фоном поправляю этот верхний лепесточек, загоняю его в нужные рамки. И также накладываю еще мазки на остальные лепестки. Какие-то лепесточки у меня растворяются в воздухе. Вот видите, я немножечко в фон. Пока он у меня влажный, у меня есть возможность его еще погонять. И верхнюю часть привести в нужный порядок. Если краски не хватает, я добавляю еще и все растушевываю, избавляясь от резких переходов. У меня получается плавный градиент. Хотелось добиться в картине воздушности, свежести. Поэтому каких-то темных и грязных цветов я тут не использую. Возможно, спустя год сейчас я бы как-то немножко по-другому написала эту работу. Больше уделила внимание тепло-холодности. То есть сейчас видно, да, вся картина такая прохладная немножко. Сейчас бы я добавила больше теплых оттенков. Каких-то неаполитанских, желтых, бежевых, телесных. Ну тогда, год назад, у меня в основном была холодная гамма. Это мой первый сеанс был на этом холсте. То есть на второй день был еще один сеанс. И третий, завершающий, был уже где-то спустя неделю. Вот, когда покупатель уже купил ее, картину, и я ее потом заканчивала. То есть на картину было потрачено около, ну, четырех часов, наверное. Добавляю к первому ирису немножко теней снизу, чтобы показать объем. И вот уже кисточкой начинаю намечать стебельки этих ирисов. Тонкой кисточкой первый слой стебельков. Также продумываю композицию, как эти стебельки идут. Они должны быть нечетко вертикальны вверх, немножко загнуты под тяжестью бутонов. Вправо, влево или по дуге. И также не забываю, что у стебелька этот цилиндр должен быть свет и тень. Видите, я опять переключилась на бутон. Я практически никогда не зацикливаюсь на одном месте. Сейчас я начинаю уже прописывать, видимо, третий ирис. Он еще не открыт, он в бутоне. И сразу же тут же и четвертый. Вот сейчас видно, что этот четвертый ирис практически на одном уровне со вторым. Сейчас бы я сделала немножко по-другому. Какой-нибудь из этих двух я опустила или подняла вверх. Не совсем хорошо для композиции, когда абсолютно два одинаковых объекта находятся рядом. Это природа, тут нет никаких постоянств, симметрии. Все симметрично. Сейчас можно наблюдать, как мои движения все плавнее и плавнее. И, возможно, это даже не от того, что я пытаюсь обдумать каждый свой мазок, хотя это тоже. Но и от того, что написание такой работы, техники импаста, мастихином, масляными красками очень энергозатратно. После такого сеанса двухчасового обычно я лежу на диване без признаков жизни. И даже никакой крик ребенка меня не может сдвинуть с места. И на следующий день мне тоже не очень хочется работать. Но, так как хочется кушать, приходится вставать опять с мольберта и продолжать. Вот я прописываю закрытый бутон с ирисом. Не забываю о светотене. Светлое пятно это на свету. И то, что потемнее в тени. Ну и плюс в ней раскрывшийся лепесток темный. Добавляю светлые и зеленые краски. Опять же, оттеняя тем самым ствол ириса и листы. Светлый мазок воздуха. Вот этот холст, кстати, моего личного изготовления. Вот уже четвертый год я практикую изготовление домашних холстов. Они мне очень нравятся. Я подобрала под себя нужную мне грунтовку. Мне не нравятся покупные холсты. по большей части не нравятся. Потому что они не так притягивают краску, не так отталкивают ее. Ну, в общем, под себя я подобрала необходимую консистенцию грунтовки, проклейки. Чуть крупнее вид, чтобы посмотрели, как я прописываю следующий ирис. Какие-то движения у меня более резкие, какие-то как будто штрихующие. И каждый раз получаются разные мазки. Где-то я работаю со всем кончиком мастихина. Добавляю другие цвета, более сиреневые. Такую живопись сложно назвать реалистичной, правда же? Как только я начала писать картины маслом, я назвала свою технику, свой жанр, можно так сказать, полуабстрактный импрессионизм. То есть, тут присутствуют и какие-то импрессионистические, да, мотивы такие яркие, чистые цвета. В то же время цветы не совсем реальные. Вы видите, да, что это ирисы, но как бы картинка реалистичного ириса не складывается. Все-таки это что-то больше абстрактное. Ну и мастихинам сложновато выписать что-то гиперреалистичное. Все-таки для этого есть кисть. Добавляю толщины в ствол. Вот видите, теперь темной краской зеленой я оттеняю цилиндр ствола, то есть светло-зеленый это на свету, темно-зеленый практически синий в тени, полтень, тень там идет и сразу появляется объем. То есть без объема живопись не будет смотреться целостной. Все-таки какие-то основы рисунка нужно знать. И опять же свет светло-зеленый желтый с белилами и в тени темно-зеленый веридонова по-моему она называется. Кончиком и стихийно прописываю все детали. дальше резкими движениями прописываю задний план. Это листы ирисов. Видите, какая текстура остается. немножко экспрессии тут не помешает резкие длинные мазки. И постоянно я вытираю мастихин. Видите, трапочка в руке. То есть сделала два-три мазочка краски. Вытерла мастихин, взяла следующую краску, пусть даже ту же самую, и сделала еще несколько мазочков. И опять вытерла мастихин. Не бойтесь прощаться с краской. Сейчас я кладу мазочки небесно-голубой с белилами. Опять же пытаясь все на контрастах отделить друг от друга. Но тем не менее пытаясь сделать градиент незаметный в воздухе на заднем плане. сейчас положила поломанный листочек. Свет, тень. Часть листа на свету, часть в тени. И видите, да? Кисть руки постоянно в движении. Не только снизу, но и сверху. Моя кисть может положить мазок. Пытайтесь держать мастихин по-разному. И только когда вы поймете, что вам так удобно, вы будете чувствовать легкость в движениях. неожиданно ничего не помешает сделать самые неожиданные работы. мастер. Мастер мастер положила два мазочка вытерла по тряпку мастихин взяла новую массу краски мастихин сейчас уже идет проработка и тут самое важное не навести грязи обдумать каждый свой мазок но не передумать это тоже важно можно замылить так работу что потом смотреть на нее не захочется все-таки какой-то экспром должен быть масло такой материал что его легко стереть пока он свежей тряпочкой тем же мастихином и положить новые мазки в акварели все сложнее можно поэтому я и не пишу акварелью что я люблю легкие пути их достижения цели сиреневый с белилами еще решила положить на первый бутон такой рефлекс получился вот темных нижних лепестков видите как будто скульптор моя рука вылепливает все масляными красками немножко отвлеклась от бутонов перешла на фон отвлекайтесь от одного места переходите на другое потом возвращаетесь опять нужно видеть картину в целом только начали работу она уже должна вам нравиться по цветовой гамме по композиции прежде всего работа должна нравиться вам а потом уж потенциальному покупателю ну и конечно удовольствие от прожитого дня у вас вам гарантированно после написания такой работы немножко зеленого в голубое небо добавляю возможно это продолжение этого ирисового поля уже в дымке ну а возможно что-то такое это уже будет додумывать обладатель работы вообще искусство живопись для того и создано чтобы обсуждать любоваться находить что-то необычное если бы все было обычным то нам достаточно было бы фотографии искусство фотографии это сейчас делают такие фотографии ретуши которые по праву можно называть тоже искусство я за то чтобы в жилописи не было фотографичности был экспромт экспрессия чистота красок ну просто удовольствие от процесса и от процесса дерцания ну а ну кисточкой дорабатываю стволы цвет тень блики и рефлексы Сейчас я приступаю к написанию незабудок маленьких четырех листов цветочков. Незабудки вообще бывают разных цветов, голубые, сиреневые, белые, собственно такие я и прописываю сейчас на тех темных местах, которые сам вначале я положила. Тоненькой кисточкой быстрыми движениями я прописываю эти лепестки, как у сирени. Но опять же не забываю про объем. Те цветочки, которые ближе к нам, они почти белые, а те, которые более голубые и сиреневые, они вотими белыми цветками в тени. Если бы я написала просто ирисы, было бы наверное немножко скучно. А так я добавила еще немножко мелких полевых цветочков и работа уже стала веселее. Впоследствии я еще написала две бабочки, по-моему, две или две. Одна в полете, а одна сидела на ирисе. По желанию уже было покупателя. После того, как он купил работу, я ее дописала еще там несколько минут буквально дописывала. Вот цветы незабудок. Так выглядят синие лепесточки с желтой серединкой. Посмотрела на время. Каждый день в будни у меня есть ровно до пяти часов в свободное время. Потом я еду в детский садик на другой, можно сказать, край города за сыном. Ну и вечером уборка, готовка. Хотя иногда я могу целый день посвятить живописи и не устать. Не знаю даже от чего это зависит. От моего физического состояния или душевного. Ну и иногда, скорее всего, вот из-за больших холстов меня хватает буквально на два-три часа, а потом меня не собрать. Вот так торцом мастихина я прописываю какие-то еще дополнительные травинки, создавая текстуру и дополнительную композицию в работе. Вообще при выборе мастихина следует уделить такое немалое внимание. У меня было очень много мастихинов, но из практики я поняла, что лучше всего ведут себя итальянские мастихины. Малевич, Сонет, еще какие-то, они более упругие, жесткие, быстрее ломаются, гнутся. Вот Италия, один мастихин у меня вообще самый первый, он все еще живой, я все еще им работаю. У меня три итальянских мастихина, и все они отлично себя зарекомендовали. Сейчас в немножко ускоренном темпе я кладу еще мазочки. Вообще вся работа построена буквально на 6-7 цветах. Небесно-голубая, сиреневый, ультрамарин, телесная, по-моему, желто-зеленая, фирма Малевич, кстати она мне очень нравится, сейчас я ее нигде найти не могу спустя год. Веридоновая зеленая, если не ошибаюсь, такая темненькая, зеленая. Ну, бедила, понятно. И еще у ирисов потом будут желтые серединки, ну не забуду, будут желтые серединки. Вот, все краски в этой картине, ну, плюс их смешение. Эту работу можно по праву назвать интерьерной работы, то есть она не музейная. Хорошо впишется в современный интерьер, в какую-то, может, спальню, в классический интерьер впишется. Эклиптический, конечно, она не подойдет для минимализма или лофта. Работу можно было повесить без багета, торцы можно было прокрасить, но покупатель решил оформить ее в красивый, такой позамолоченный, состаренный багет. Сейчас я прорисовываю на дальнем плане светло-желтые цветочки, все, чтобы заполнить еще композицию. Они не кидаются в глаза, не бросаются. Такие легкие цветы за ирисами. Как видите, правая часть у меня не окончена, и я, к сожалению, не снимала процесс заканчивания этой работы. Ну, тем не менее, картина уже смотрится целостно. Там я буквально написала еще два ириса и немножко еще полевых цветов, две бабочки и все. Друзья, буду заканчивать свой мастер-класс. Надеюсь, я снова вы поняли, что нужно не бояться мастихина. Выбрать его... Вот мастихин нужно выбрать дорогой. То есть разница у них будет между, например, тем же Малевичем и Талем рублей 200, может поменьше. Но окраски можете попробовать сначала взять дешевые. Это для начинающих художников, конечно, не для профессионалов и не для тех, кто уже хочет продавать картины. Набивать шишки нужно на дешевых материалах. Советую, конечно, пробовать писать картины на натянутых холстах. И только когда вы почувствуете свою руку, мастихин, вы можете уже перейти на холсте, на картоне, на ДВП. Потому что если вы сразу начнете писать на картоне, на ДВП загрунтованном, вы можете разочароваться. Потому что мастихин себя ведет совершенно по-другому на этих основах. А на холсте, благодаря его упругости, благодаря тому, что он прогибается, вы почувствуете, как прикольно мастихин ложится, как будто вы намазываете масло на хлеб. Очень приятное такое ощущение взаимодействия мастихина с холстом. Все-таки советую попробовать начинающим, хотя бы на каких-то недорогих холстах, на тех же Малевичах, прогрунтовать самим грунтовкой пару раз и пописать на них. Только когда вы почувствуете весь кайф от процесса, можете уже попробовать писать на более дешевых материалах. У меня были даже работы на ДВП. Я натягивала такую самую простейшую белую ткань из магазина тканей. Просто грунтовала два раза сверху и неплохая основа тоже для картин. Но обязательно такие работы нужно потом оформлять в рамку. Так вот я опять оттеняю лепесточки, делаю более контрастные контуры. Задние ирисы у меня больше растворены в воздухе, а вот передние они более контрастные. Друзья, если будут какие-то вопросы, смело можете писать их под видео в чате, постараясь ответить. Вообще в планах у меня есть такие планы поснимать мастер-классы для вас. Пока что буду выкладывать их в закрытом доступе. Посмотрю на реакцию сначала знакомых мне людей, а потом и выложу в открытый доступ. Надеюсь, вам понравился этот сеанс живописи со мной. Подписывайтесь на мою страничку в инстаграм. Там у меня все новинки, все анонсы, конкурсы, распродажи, интересные идеи. Только потом я все приношу уже на YouTube. Ну и творите, конечно. Творчество помогает, мне кажется, уйти из любой непонятной ситуации. Особенно, если у вас какая-то апатия к жизни. Видео еще немножко продлится. Я говорю вам пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok